Продолжение следует... Мы должны твердо и с любовью говорить о том, что правильно с точки зрения Бога, а что нет. Бог желает использовать людей как свои инструменты. Бог желает даровать нам свою победу, которую Он одержал на кресте. Пока мы довольствуемся своим комфортом, мы никогда не увидим действия Божьей силы. Смотрите сегодня в программе «Указывая путь». Нет никаких сомнений в том, что так называемая политкорректность забивает нам голову до такой степени, что истина заменяется концепциями вроде «Мы должны принимать все взгляды и соглашаться с ними, все относительно, включая мораль». Современные церкви игнорируют библейское учение и библейские доктрины. Они утверждают, что доктрина разделяет, а любовь объединяет. По любовью они имеют в виду, что нет понятий «правильное и неправильное». И поэтому христиане, которые как никогда раньше верят Библии, призваны в это время, а в этот час, а в этом поколении подняться и противостоять этому давлению. Это битва нашего поколения. Мы должны выражать свои убеждения твердые с любовью. Но мы должны возвышать свой голос и говорить о том, что правильно, с точки зрения Бога, а что нет. Мы должны высоко ценить то, что правильно, а то, что неправильно, должно быть отвергнуто. Противостояние о лжи непопулярно в современном мире. Надеюсь, мне не нужно этого повторять. Противостояние не пользуется популярностью и должен сказать, противостояние стоит недешево. Но, к сожалению, слишком много христиан поставили досуг, комфорт и молчание выше противостояния. В итоге они попали в трясину, которую наблюдаем в нашем обществе сегодня. Я свидетельствую вам прямо сейчас, что я не боюсь ничего и никого, кроме Бога. Ничего не ставлю выше Его славы. Я почитаю Его Слово, так же, как я почитаю и Его Само. Я не ищу ничего, кроме Него. Моя цель — не носить ничего, кроме Креста Иисуса. Я готов платить любую цену и идти куда угодно, включая тюрьму, ради Него и ради истины Его Словом. Я отказываюсь идти на компромисс, а так же я ненавижу посредственность. Я не буду мириться со грехом и не потерплю его ни в моей жизни, ни в жизни моей семьи и моей церкви. Я не буду ставить популярность выше истины Слова Божьего. Это мое кредо веры. Это похоже на старую песню. «Даже если никто не пойдет со мной, я все равно пойду». Это мое заявление. Моисей был человеком, который не особо охотно принял вызов противостоять злу. Эта серия называется «Отказ от золота мира ради славы Божьей». Мы рассматриваем жизнь Моисея и узнаем из нее, как ходить со Христом в эти последние дни. И все же, несмотря на его сопротивление, несмотря на то, что он чувствовал себя неподходящим на эту роль, он начал доверять с Богом. Он начал полагаться на силу Божью, на силу которая намного превосходит силу любого фараона. И поэтому он получил огромную сверхъестественную силу, которую он даже не мог себе представить, когда был наследником престола фараона, будучи усыновленным внуком фараона. Моисей сопротивлялся. Он считал себя неспособным противостоять злу. А почему? Он подсчитывал, какую цену ему предстоит заплатить. Но взвесив все, он решил довериться Богу и отказаться ради славы Божьей от золота этого мира, возлюбленные. Только те, кто преодолеет страх, подсчитав цену, одержат славную победу. Только те, кто честно взвесит и измерит разницу между золотом этого мира и славой Бога, а затем откажутся от золота, испытают на себе сверхъестественную силу Бога. Только те, кто добровольно заплатят цену, испытают сверхъестественную силу Бога. Пока мы довольны своим комфортом, развлечениями и спортом, зонами комфорта, которые мы создали для себя, мы не увидим Божьей силы, потому что это не была битва между фараоном и Моисеем. Это не была битва между Египтом и евреями. Это та самая битва, с которой сегодня сталкивается каждый верующий. Это битва между истинным Богом Библии и ложными богами. Это битва Бога Творца и Спасителя, который полностью открылся нам в Иисусе, против сатанинских сил и сатанинского лжеучения. Несмотря на то, что Бог кажется очень терпеливым в противостоянии с фараоном, как прообразом сатаны, Бог все же неоднократно показывал свою бесспорную власть, и Он будет делать это с каждым из нас, если мы серьезно относимся к нашему призванию служить живому Богу. Только те, кто ставит угождение Богу превыше всего остального, поймут духовное значение этого противостояния между Моисеем и фараоном. Десять раз, и мы рассмотрим это в деталях в следующей проповеди, десять раз, десять казней приходили одна за другой. Они быстро сменяли друг друга, и каждый раз, когда фараон имитировал раскаяние, казалось, что он наконец отпустит народ Израиля, и тут он снова передумывал и продолжал упорствовать. «Послушайте, никто не может обвинять Бога в поспешных действиях». Никто и никогда не мог обвинить Бога в поспешных действиях с фараоном. И никто не может обвинить Бога в поспешных действиях с нами. Он был очень терпеливым к фараонам. Бог терпелив, но в один прекрасный день. За это оборвется. И поэтому в Библии сказано «Не извинителен ты человек». Послушайте, я знаю, что Бог мог освободить народ Израиля из египетского рабства по щелчку пальца сверхъестественным. Бог мог уничтожить египетскую армию по щелчку пальца, но он этого не сделал. Почему? Потому что Бог желает использовать человеческие инструменты. Бог желает дать силу своему народу. Бог хочет поднять нас, чтобы мы встали. Бог желает поделиться с нами той победой, которую Он одержал на кресте, и поэтому Бог дарует нам Свою благодать. Иисус истребил сатану на кресте, но Он хочет дать нам силы испытать победу, Его победу, которую Он уже совершил для нас на кресте. Давайте вместе посмотрим пятую главу исхода. Здесь мы видим битву между Богом и сатаной. Фараон — это прообраз сатаны. И эта битва началась очень интенсивно. И тем не менее, в конечном итоге, как и на кресте, окончательная победа, бескомпромиссная победа, была за нашим Богом. Помните, что окончательная победа всегда будет за нашим Богом. Как сказал один старый проповедник, мы прочитали последнюю главу книги и знаем, что победа будет за нами. У нас с вами нет выбора. Если вы попытаетесь проигнорировать битву, если попытаетесь убежать от битвы, вас могут сбить с ног. В нашем противостоянии сатане, силой крови Иисуса Христа, исход гарантирован. Так же, как Моисей повторял одну и ту же фразу. «Отпусти, мой народ!» «Отпусти, мой народ!» Как и мы говорим в молитве Богу, а также, когда приказываем сатане, силой Божией, которая обитает в нас. Если ваш сын или ваша дочь в беде, если ваш муж или жена не знают Бога, то вы никогда не должны переставать говорить «Отпусти, мой народ!» Не сдавайтесь и не переставайте говорить «Отпусти, мой народ!» Вы сами можете быть в оковах зависимости, а вы можете быть прикованы цепями к чему-то, что, как вы знаете, неправильно. И вы даете ключи сатане. Да, вы даете ему ключ к своей жизни, а он приходит и изводит вас зависимостями и неправильными привычками, тогда как вы можете в силе Иисуса приказать сатане в молитве «Отпусти меня!» Позвольте вас предупредить. Это предупреждение не от меня лично, а предупреждение Слова Божьего. Это предупреждение из жизни Моисея. Чем больше вы упорствуете, приказывая сатане отпустить, тем больше он будет упорствовать и сопротивляться. Так же, как фараон, который не отпускал евреев, но делал их жизнь более несчастной и более невыносимой. Сатана будет упорствовать, надеясь, что вы сдадитесь. Это именно то, что он делает в данном контексте, подобно фараону, который делал вид, что собирается их отпустить. И порой он казался очень искренним. Сатана иногда бросает вам кость, чтобы вы были чем-то заняты, и это мешало бы вам молиться. На кресте Бог выбил зубы сатане. А вы понимаете, о чем я? Его лай иногда может быть спугающим, но он не может к вам прикоснуться. Вы в ладонях своего небесного Папы, и никто не может прикоснуться к вам. Так что не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Я ставлю себя на место Моисея. Как я уже говорил, я всегда ставлю себя на место персонажей в Библии. Моисей видит, что по приказу фараона их бьют кнутом, еще чаще, увеличив квоту на день. Они должны были делать больше кирпичей, и при этом им не давали необходимый материал. После его похода к фараону, тот сделал жизнь израильтян еще более тяжелой, и Моисей, вероятно, думает про себя. О Боже, ну что же я здесь сделаю? И он бы мог сказать, «Хорошо, хорошо, фараон, я сдаюсь. Отмени свой приказ, я сдаюсь». Пусть вернутся к исходной квоте, я могу себе представить нечто подобное. И он мог бы сказать, «О Боже мой, я не хочу, чтобы это произошло». «Хорошо, хорошо, фараон, я сдаюсь. Я не хочу ухудшать положение своего народа». Он знает, что делает это по повелению Бога. И возлюбленные, послушайте меня, чем больше ухудшалось их положение, тем больше Моисей верил в обетование Бога. Чем злее становился фараон, тем более Моисей доверял Богу. Если бы Моисей отреагировал на эмоциях, если бы Моисей отреагировал, исходя из своих чувств, израилетяне по-прежнему оставались бы рабами в Египте. Они бы никогда не вошли в землю обетованную. Не было бы Давида, и, конечно, не было бы Мессии, Господа Иисуса Христа, пришедшего из их чресел. Так что будьте твердыми и не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Должен признаться, что я не люблю долго ждать совмешательства Бога, как и любой из вас. Мне не нравится процесс ожидания Бога, но я точно знаю, что этот процесс необходим, что через этот процесс Бог учит меня стойкости. Бог укрепляет мои мускулы веры. Бог разоблачает ужасы греха и сатаны. Бог выполняет во мне свою цель. Бог демонстрирует свою несомненную силу. Бог показывает сатане, кто здесь босс. Бог показывает сатане, кто главный. Бог разоблачает ложь и обман. И во время этого процесса, ведущего к победе, Бог делает много всего важного одновременно. А вот почему мы этого не видим. Он побуждает Моисея доверять ему больше. Он изображает сатану никчемным обманщиком. Он показывает фараону, кто царь, ну и многое другое. Когда я готовился на этой неделе, я вспомнил басню, которую прочитал много-много лет тому назад. Более 30 лет назад, если быть точнее. Но в ней сокрыта важная истина. Это история о льве, который хотел показать всем животным в царстве, в джунглях, что он царь зверей. Итак, однажды он решил показать остальную часть животного царства, кто настоящий царь, кто главный. И поэтому в высокомерии он обошел всех мелких животных в царстве. Он пошел прямо к медведю и сказал ему, «Медведь, кто здесь царь джунглей?» А медведь сказал, «Конечно, это ты, царь лев». И в этот момент лев издал «Истошный рев». Таким образом, он выразил восхищение и довольство самим собой. Затем он подошел к тигру. «Тигр, кто царь джунглей?» И тигр сказал, «Конечно, ты, о лев, царь джунглей. Все знают это». Следующим в списке был слон. Лев подходит к слону и задает ему тот же вопрос. Кто царь джунглей? Слон тут же схватил льва своим хоботом, пять или шесть раз развернул его, затем ударил его по дереву, затем несколько раз ударил его о землю, а потом окунул его под воду в ближайшем озере, ну а затем, наконец, выбросил его на берег. К тому времени у льва были синяки и побои, у него кружилась голова, и он изо всех сил пытался встать на ноги. Посмотрев на слона грустными и налитыми кровью глазами, он сказал, «Ну зачем так злиться? Ну не знаешь ты ответ на этот вопрос, ну и ладно». А вот такая интересная и поучительная история. Именно поэтому я хочу заранее подготовить вас к следующей проповеди. Десять казней, которые Бог послал на фараона, одну за другой, в принципе, отображают действия этого льва. Библия называет его львом. Я не придумываю. Петр сказал, что он бродит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Понимаете, его избивают, его калечат, бьют, а он не сдается, он просто не сдается. Услышьте меня сейчас и не забывайте, что единственное и непреодолимое желание сатаны заключается в том, чтобы поклонялись ему, а не Богу. Так было с самого начала, когда он был сброшен с небес. И сегодня он делает это с помощью ложных религий. Он делает это через лжеучения в церквях. Он делает это через лжеучителей. Он делает это посредством светского гуманизма. Он делает это через невежественных и слепых людей. Вспомните дерзкое предложение, которое сатана сделал Иисусу. «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Но на кресте наш Господь Иисус Христос показал ему, кто тут царь. Он одолел его и выбил ему зубы. И вскоре Иисус вернется, чтобы прикончить его уже раз и навсегда. Так что вставайте и ободритесь. Будьте смелыми и дерзновенными. С упованием смотрите в небо. Надейтесь на Господа. Главное желание сатаны, чтобы ему поклонялись, усиливается еще и тем, что верующие помалкивают. К тому же учителя, сеющие заблуждение, еще больше подкрепляют его усилия. Потому что всякий, кто не поклоняется Иисусу всем своим естеством, открывает двери для сатаны. Каждый верующий, который не поклоняется Иисусу, всем своим сердцем не является Божьим поклонником. Они поклоняются лжи. В Библии сказано, что сатана выглядит как ангел света и обманывает людей. Вот что, вероятно, не заметило бы предыдущее поколение. Сатана больше не притворяется. Вы понимаете? Он больше уже не притворяется. Его пехотинцы больше не прячутся и не придумывают тайные действия. Они приходят в наши школы и в наши церкви. И в это время толерантности, когда каждая религия хороша, в этот век, когда если человек утверждает, что все религии ложны, кроме веры в единого Иисуса Христа, он считается фанатиком, ну что ж, я хочу сказать вам, что в данном случае для меня большая честь, что меня называют фанатиком. Вот почему я умоляю вас, я очень вас прошу, научитесь смотреть в небеса, предвкушать и ожидать силу Божию, действующую во всех нас. Если народ Божий не начнет каяться искренне, серьезно, каяться всем сердцем, а не просто на словах, то суд Божий не заставит себя ждать, он не будет отсрочен, суд Божий грядет. Фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его, но кто такой Господь, чтобы я послушался Его голосом? О, бедный старый фараон, вскоре он узнал, кто такой Бог, но для него было уже слишком поздно. Для него было уже слишком поздно. Я молю Бога, чтобы ни для кого здесь не было слишком поздно. Для всех, кто смотрит нас в любой точке мира, это ваш день, чтобы принять Бога и для вас тоже, возлюбленные. Бог терпелив, Бог долго терпелив. И Бог был терпелив к фараону десять раз. Фараон упорствовал. Вероятно, это заняло около десяти недель. Бог настойчиво и терпеливо проповедовал через Ноя за 120 лет до потопа. Бог был терпелив к Израилю, 300 лет, посылая к ним пророка за пророком, умоляя их вернуться к нему, вернуться к своему Господу. Но когда они не сделали этого, к ним пришли вавилонские захватчики. Они терроризировали народ Божий, его зенец око. Иисус очень четко предупреждал Иерусалим около 33 года нашей эры. В Библии даже сказано, что он плакал об этом городе. О, Иерусалим, Иерусалим. И он сказал, что наступит день, когда из-за того, что они отвергли своего Мессию, там не останется камня на камне. Если вы бывали в Израиле, вы видели эти массивные камни на земле? Потому что примерно 40 лет спустя, около 70 года нашей эры, пришли римляне и разрушили Иерусалим. И не осталось там камня на камне. Бог терпелив, Бог долго терпелив, но он не будет терпеть вечно. Для тех из вас, кто знает Господа и любит Господа, наша с вами задача рассудительно и твердо призывать наше поколение к покаянию, пока не стало слишком поздно. Но прежде, чем мы сможем это сделать, мы должны научиться каяться. Я всегда говорю, что покаяние предназначено не только для грешников. Покаяние нужно и верующим, и возможно. Бог призывает сегодня кого-то из вас, пока не стало слишком поздно. Я чувствую всем сердцем, что для кого-то это может быть последним предупреждением. Вы готовы обратиться к нему? Примите решение. Примите